Неожиданное громкое заявление сделали силовики Кыргызстана. Террористов, ликвидированных в Бишкеке, финансировал и снабжал оружием экс-депутата от партии Бакиева. Максата Кунакунова сегодня задержали в аэропорту Бишкека. Как мы сообщали ранее, силовики этой страны обезвредили банду, которая готовила теракты в день ураза Айт на территории Кыргызстана. В числе убитых террористов и гражданин Казахстана Жанбул Атамиров. Все подробности в материале нашего специального корреспондента в Бишкеке. Я Лишира Ташматова. Задержание экспарламентария Максата Кунакунова для многих оказалось полной неожиданностью. Задержали его сегодня около 4 часов утра в международном аэропорту Манас. Он планировал покинуть территорию Кыргызстана. Как заявили спецслужбы, Максата Кунакунова подозревают не только в тесные связи, но и финансирование террористической ячейки, которую уничтожили на прошлой неделе в Бишкеке. То, что Максат Кунакунов не только имел тесный контакт, но и финансировал террористическую ячейку, подтвердил один из задержанных лидеров террористической группировки Тариэль Джумагунов, который рассказал очень много спецслужбам информации о том, что Кунакунов поставлял оружие боевикам. Также хотелось бы отметить, что после террористическая ячейка планировала на вырученные деньги совершение различных терактов и дестабилизацию обстановки в стране. Максат Кунакунов неизвестно, что он является лидером молодежной организации Джаштар-Окмату. Также известно, что он в 2007 году был избран членом политсовета партии Акджоу. Кстати, именно эта партия Акджоу когда-то была создана бывшим президентом Кыргызстана Курманбеком Бакиевым, которого свергли в 2010 году во время апрельской революции. Исключено, что одной из версий спецслужб может стать именно вот эта связь Курманбека Бакиева с Максатом Кунакуновым. Напомню, контртеррористическая операция, которая завершилась в Бишкеке на прошлой неделе, в ходе ее проведения пострадало 4 бойца спецподразделения, они получили различные ранения, медики их состояние оценивают как стабильно хорошее, но, к сожалению, сейчас на сегодняшний день к ним никого не пускают. Также в ходе перестрелки было уничтожено сразу 4 боевика и 7 членов террористической группировки было задержано. Что же касается экс-парламентария Максата Кунакунова, то его уже водворили в СИЗО ГКНБ и по истечению двоих суток ему должны предъявить обвинения. Алишер Ташматов, Абека Джибаев, специально для Информбюро из Бишкека, Кыргызстан.